здравствуйте сегодня мне хотелось рассказать вам о том почему у нас дорожают продукты ведь не секрет что там больше половины всех денег которые человек зарабатывает он тратит на продукты питания приходит в магазин и тратит их и каждый месяц даже та самая картошка и мясо оно все дорожает и дорожает почему так происходит какое отношение к цене на нефть на газ это не имеет практически никакого все речь ведет ведь о том что продуктов просто не хватает то же самое вот молоко которым у нас очень часто говорят его просто колоссальная нехватка не только в архангельской области но и в целом в россии государство готово помогать людям которые начинают свой бизнес и начинают производить то же самое молоко выращивают картофель выращивают там бычков овец гусей потому что чем больше продуктов производится тем они становятся дешевле ну и понятно что если они производятся у нас здесь то помимо того что они дешевле продукты идут налоги на село идут налоги в область создаются новые рабочие места строятся дороги и так далее и тому подобное поэтому государство очень заинтересованы чтобы люди создавали сельхозяйственный бизнес у нас через месяц уже будет объявлен новый конкурс на поддержку начинающих фермеров также будут значит на конкурсе конечно же распределяться средства на поддержку тех кто уже начал делать свой сельхозяйственный бизнес там суммы гораздо больше для начинающих выделяется сумма до полутора миллионов рублей те кто хочет действительно начать какой-то свой сельхоз бизнес будь то выращивание картофеля он хочет купить трактор или там мотокультиватор хочет он выращивать какие-то овощи хочет тепличку постройку либо человек может выращивать животных может взять какое-то оборудование перерабатывающие сельхозпродукцию рыбное хозяйство какое-то создать небольшое то есть любое значит направление приветствуется для конкурса надо подготовить всего лишь ряд документов бизнес-план сделать определенные расчеты во многих администрациях районах эти значит бизнес-планы помогают делать ну и человека должен быть какой-то хотя бы но элементарный что называется домик в деревне огород где он осядет и уедет из пыльного душного города подальше от этой безработицы создаст свое дело вокруг которого будет кормиться не только жители деревни но и многие горожане которые будут пользоваться экологически чистыми полезными продуктами так что кто заинтересован получить свой бизнес который может передавать по наследству кто хочет стать фермером всех приглашаем приходите интересуйтесь звоните в министерство агропрома звоните к нам фермерскую ассоциацию всегда поможем научим подскажем welcome с вами был михаил силантеф